Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о международной платежной платформе PODINIR. Наверняка вы о ней слышали. Это платежная система, с помощью которой вы можете принимать платежи, ну и, соответственно, выводить с нее деньги. Как раз об этом у нас сегодня и пойдет речь. Я вас научу, как привязать вашу банковскую карту или банковский счет, для того, чтобы вы могли получать ваши заработанные денежки, да, на какой-то счет вашей стране, потому что это международная платежная система. Ею пользуются не только русские, украинцы, белорусы, но и наши зарубежные друзья там с Америки, Европы и так далее. В общем, давайте меньше слов, больше дела. Заходим сюда. Кстати, мы не будем затрагивать моменты, как зарегистрироваться по PODINIR и тому подобное, потому что роликов на эту тему масса на Ютубе, поэтому просто пропускаем этот пункт. Сразу заходим, то есть подразумевается, что у вас уже есть какая-то учетная запись здесь. Вот, собственно, я зашел в свой профиль, в свой аккаунт. И теперь смотрите, да, конечно, я уже здесь выводил какие-то денежные средства, поэтому не обращайте на это внимания. Нас интересует именно пункт настройки. То есть, заходя сюда, нам нужно выбрать там, где написано банковские счета. Кликаем сюда, нажимаем банковские счета, и здесь вы можете наблюдать, что у меня уже привязан один банковский счет. То есть, у нас есть два выбора. То есть, банковский счет для получателей. То есть, если вы активно пользуетесь PODINIR, то вы должны банковские счета получателей. То есть, те, куда вы чаще всего там оплачиваете, то вам нужно будет выбрать этот пункт. То есть, в нашем случае, когда нужно выводить средства на свои банковские счета, то мы выбираем вот первый пункт, где написано банковские счета для вывода. Кликаем сюда. Вы можете наблюдать, что у меня есть уже привязан банковский счет от нашего самого крупнейшего банка в Украине, PrivatBank. Но я вам покажу, как сделать это все, так сказать, изначально. Для этого мы нажимаем добавить банковский счет. И смотрите, здесь нас встречает вот такой вот пункт. Так как, когда вы регистрируетесь, вам там нужно будет подтвердить, короче, отправить сканы вашего паспорта для того, чтобы подтвердили вашу личность. Поэтому у меня уже как бы страна Украина сама по себе, она по умолчанию уже установлена. Но если вы с другой стороны, то, соответственно, у вас будет флаг вашей страны. Дальше. Здесь смотрите. Личный или корпоративный. Корпоративный это подразумевается, что этим банковским счетом будут пользоваться сотрудники какой-то компании, фирмы, организации и так далее. Нас это не интересует. Мы с вами как физическое лицо, да, мы выбираем личный. Дальше. После этого нам нужно будет выбрать. Вы выберете валюту банковского счета. То есть здесь у нас предлагается четыре. Самые крупнейшие, так сказать, валюты это доллары, гривна, ваша национальная валюта. Дальше GBP, это, я так понял, это канадский, ой, не канадский, а Великобритания, там Великобританский доллар и евро. То есть вот эти вот самые, самые популярные, так сказать, валюты, которые пользуются, так сказать, Европа и Америка и так далее. Дальше. Смотрите. Мы здесь выбираем нашу валюту, в которой мы должны выводить. Там, где мы выводим, то есть подразумевается, что на нашем аккаунте, на нашем банковском счету в нашей стране у нас должен быть банковский счет, также открыт именно в той валюте, в которой мы хотим добавить этот банковский счет. То есть я выбираю, допустим, доллары, да, нажимаю далее. После того, когда мы нажимаем далее, нас перекидывает на следующий пункт, где нам нужно будет ввести, то есть, что мы будем открывать. Или платежную карту, то есть имеется в виду, ну, банковская карта, да, там, где вот 16 циферок. Или же мы будем открывать банковский счет. То есть тут уже выбирайте то, что вам нужно. Так как я живу в Украине, то мы не можем выводить на пластиковую карту деньги. То есть мне нужно обязательно открывать в моем банке банковский счет. То есть я выбираю, допустим, банковский счет. Дальше мне нужно наименование банка. Кстати, это наименование банка вы будете вводить после регистрации на этой международной площадке. То есть вам нужно будет ввести тот банк, на который вы в будущем будете получать ваши, так сказать, средства. То есть в моем случае это приватбанк. Поэтому я просто здесь пишу приватбанк. Собственно, он у меня сразу здесь должен отображаться. Вот, приватбанк. Выбирая приватбанк, и здесь у нас написано именование владельца банковского счета. Здесь нужно на латинице написать ваше фамилия, имя, отчество. Я этого делать не буду, потому что оно у меня уже зарегистрировано. И дальше у нас есть вот такое вот название. Ибен, то есть это Ибен счет, так сказать, это международный формат банковской карты, банковского счета и так далее. То есть там много цифр. Вот у меня написано, вот, например, ЮА там и много-много разных цифр. Это все можно уточнить у вашего банка, где вы являетесь его, так сказать, его клиентом, да, и зайти там через онлайн-банк, как у нас, допустим, в приватбанке. И там есть, если вы будете получать банковский счет, у вас однозначно будет написано там, где Ибен. Вот его нужно полностью вставить. Там первые две буквы будут английские, а дальше цифры. После этого нажимайте, я подтверждаю данные банковского счета, указанные выше. То есть обязательно проверьте после того, когда вы будете нажимать кнопочку «Далее», вы должны проверить, все ли верно. То есть вы должны написать, то есть там, где реквизиты ваши в банке на латинице, вы должны точь-в-точь его также описать вот здесь. После этого вы нажимаете «Далее». Здесь, конечно, меня не пропустят, потому что здесь мне надо будет... А, ну вот, вот есть. Я подтверждаю данные банковского счета, указанные выше, и здесь нажимаем «Далее». Я «Далее» нажимать не буду, потому что отправится моя, так сказать, страница на модерацию, так как у меня уже подтвержденный есть этот банковский счет. В вашем случае вам нужно будет подождать модерацию. Модерация происходит от полчаса до часа где-то. Ну, в принципе, быстро это все дело работает. И после того, когда вам утвердят это все дело, вам приходит на почту уведомление, что так и так, ваш новый банковский счет привязан трат-атак, короче, все успешно, и вы можете выводить ваши банковские, так сказать, ваши денежки на ваш банковский счет. Ничего сложного нету, все элементарно просто. Разберется даже ребенок, главное просто внимательно читайте. Кстати, здесь также есть подсказочки, где, в принципе, сразу понятно, что вы должны здесь прописать. Вот даже и Бен, здесь написано, что должно быть написано 29 символов, то есть 29 цифр и 2 буковки. Все элементарно просто, в общем, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, если что-то не ясно, я вам обязательно в этом деле помогу. Ну и, в принципе, ждите, на этом интересные видео не заканчиваются. Как-то так, всем пока и удачи. Продолжение следует...